здравствуйте друзья мы с вами на канале сад огород своими руками тема сегодняшнего ролика рассказать зрителям и подписчикам нашего канала как правильно посадить осенью саженцы черной смородины от того как вы правильно выполните всю эту работу зависит полностью судьба это посажено вами кустика вот мы стоим около куста сорт ядреная ему четвертый год видите как он разрастается за эти четыре года почти полтора метра еще год-два и еще раз растется и по высотаю по будет это для того чтобы вы представили себе какая должна быть схема посадки то есть правильно выбранная схема посадки это один из залога успеха между ряде должно быть не менее метр восемьдесят в ряду не меньше полтора метра тогда в ряду эти кусты несколько почти сомкнуться а по междурядью останется проход по которому мы будем работать этим кустом первое сроки посадки не нужно спешить сажать и приобретать посадочный материал подождать когда уже начнут несколько легко вот так опадать листочки от первого прикосновения если и видите они уже начинают как говорится подготовиться к зимовке цвет меняют там и так далее и так далее если рано мы посадим куст еще будет можно сказать вегетирующий будет много испарять влаги лист который еще будет живой и есть большая вероятность что вкус может не прижиться или при этом болеть следующий момент это правильно подготовка посадочной ямы она не должна быть слишком маленькая но если хороший графон не слишком и большая видите у нас здесь почти получернозем это здесь когда-то была теплица мы рассказывали здесь много внесено органических минеральных удобрений вот примерно так выкапываем сантиметров на 30-40 сюда вносим до пол ведра очень хорошо перепревшая навоза цепца сюда же вносим до 100 граммов нитромофоски ну я уже на глаз знаю примерно сколько это сюда же вносим до стакана древесной золы желательно лиственных пород следующий немаловажный момент при посадке это глубина заделки саженцев вот это саженец выкопаны с осколки это мы ее не пересаживаем скажем быстрее переваливаем потому что почва вся осталась видите вот здесь почки это будущее ветки следующем году их необходимо прикопать вот так 1 2 3 4 5 глубины 3 5 сантиметров они обязательно в следующем году вылезут это будет уже образовываться кустик а если мы еще дадим запас еще на 5 хотя бы сантиметров мы вот эти вот вылезшие в следующем году веточки еще прикопаем и они еще дадут корни и еще разрастутся тогда у нас образуется настоящий куст сажаем готовим вот так вот место прикидываем как глубоко ну еще необходимо немного покопать чтобы поглубже чтобы здесь осталось сантиметров 10 у нас запасы до поверхности вот так аккуратненько так загортаем как мы с вами договорились прикрыл первые и вот так немного увеличиваем чашку которую потом будем много лет производить полив чтобы не растекалась вода чтобы в корням вся она поступала ну вот примерно так а следующем году когда уже вылезут отсюда веточки мы еще чуть-чуть их 2-3 сантиметра их прикопаем и это будут дополнительные ветки которые еще дадут развитие ну после это естественно поливаем поливаем не жалею воды чтобы полностью посадочная яма была влажная очень важно правильно произвести сразу обрезку оставляем на поверхности 4 и не больше почек чтобы именно даже не они пошли в рост вот эти почки а те которые мы с вами прикопали иначе получится стволик а здесь отходят ветки и потом это будет одиноко стоящее растение так сказать вот таким вот образом а после еще подсыпем как я сказал для того чтобы хорошо перезимовал будущий куст проводим мульчирование мульчировать можно всякими подручными материалами но мы обычно это производим перегноем тем же перегноем вот так всю плоскость посадочной ямы производим тогда проходящие дожди будут размывать перегной все питательные вещества еще дополнительно будут идти к корням когда уже наступят такие морозы не лишнее будет вот таким вот образом прикрыть но это повторяю когда уже наступят морозы а весной прежде чем что-то делать эту мульчу конечно убрать открыть вот все что хотел я вам рассказать о осенней посадке о правильной посадке осенью новых кустов черной смородины ну вот здесь выкопается клубника и будет произведен ряд посадка ряда новых сортов на этом я заканчиваю свой короткий рассказ об осенней посадке саженцев черной смородины кому понравилось видео ставьте лайки кто не подписался приглашаем подписаться всего доброго до новых встреч